И вот давайте мы посмотрим с точки зрения Бхактюна Токура, преданного, который рассказывает об этом ложном эго, для того, чтобы поняли не детали, потому что у каждого из нас эти детали будут разные. Сейчас я покажу, какие они будут разные. Они будут разные, но проблемы у всех одинаковые. Что в 18 лет, что в 60, проблемы одинаковые. Представляете? Работать надо над одним и тем же. Вам на сутре Бхактюна Токур делит. Он говорит, что четыре есть вещи. Давайте я их нарисую. Образно вам легче будет запомнить. И тем более я это еще совмещу с нашей модной болезнью, ковидом. Совмещу с ним. Значит, четыре вещи. Все это, авидия, все это ложное отождествление, оно состоит из четырех вещей. Первая из них это татва вибрама, то есть забвение своей природы. Татва Брахма. Да, татва Брахма. Забвение своей природы. Это когда живое существо, раньше-то оно думало, что я слуга Кришны. Кришна кто? Мой Бог. Я ему должен служить бесплатно, бескорыстно, из любви. И тут, значит, он об этом забывает. То есть он забывает о четырех вещах. Вот у нас коронавирус уже. Вот, смотрите, так вот. Раз, два, три, четыре. О чем он забывает, что я слуга? Он забывает один момент, да? Потом он забывает, что Кришна Бог. Ну и естественно он забывает, что Кришне нравится и что Кришне не нравится. Для того, чтобы Кришне понравилось, там не только надо сделать то, что ему нравится, в смысле листок, цветок, плод или вода. Надо еще это сделать в истинном эго. Откуда этот человек будет знать, что такое истинное эго? Вот прям порадовать Кришну, он вообще не в курсе. Потому что у него нет, я смиренный слуга, он мой любимый господин. Этого нет. Невозможно, не понимая этих двух вещей, делать то, что Кришне нравится, не делать то, что Кришне нравится. Невозможно. И вот эти вот четыре вещи полностью забываются. Но он-то остался, душа-то осталась, и хочется что-то чувствовать, думать и желать. Хочется действовать, любить, и материальная энергия дает возможность живому существу любить материальные элементы. Четыре вида насхождений. Татва-вивбрама асад-тришна, да, это называется? Асад-тришна. Асад значит не вечная, тришна это привязанность. Четыре вещи, которые предоставляет материальная энергия. Это земные насхождения, райские насхождения, мистические насхождения и освобождение. Вот что предоставляет нам материальная энергия. Когда Хирани Кашипу попросил у Брама, я думаю, когда, ну я же изучал эту тему, когда Хирани Кашипу молился Брахме, потом просьбы пошли. Я думаю, а когда он попросит у него, ну, каких-то там, насхождений, да, он же, вы же, если вы читали, он не просил насхождений. Власти попросил, крутой власти. И вот прямо, вот знаете, вот мне там вот домик такой, шестиэтажный, там не было такого. Знаете, почему не было? Потому что он попросил мистические силы. А они включают в себе вот это все. А он вот это, мукти его не интересовало, но вот это включает в себе вот эти вещи. Поэтому это уже там было. Вот четыре вещи, которые человек начинает стремиться. Он говорит, о, вот это мне надо, это я хочу. И когда он бежит за этими насхождениями, мы в тот раз говорили уже об этом, есть же другие, кто тоже к этому стремится, то он начинает работать локтями, так ведь? А это называется аппаратха. Так, аппаратха, пишем аппаратха. Аппаратха. И кого тут можно оскорбить? Сейчас мы не будем так вдаваться муравьев, тараканов, этих, администрацию. Это слишком подробно. В общем, это дживы, да, тут никого нет, кроме джив. И второе, это вайшнавы. То есть дживы есть просто джива, есть вайшнавы. А еще есть Бог. И Бог это у нас божество и святое имя. Ясно, да? То есть святое имя, Бог это просто Бог, ну вот верховное существо, а святое имя это чистое бхакти. Это Бог и настроение бескорыстной любви. То есть он всегда настроение бескорыстной любви, но когда это проявлено больше. Поэтому разделяют. Севааппаратхи и намаппаратхи. Сейчас будет самый интересный пример. Вот если вот эти было только три, все было бы хорошо. Все было бы хорошо. Я просто пришел к этому, к этой душе, сказал, душа, слушай Пракрити, ну хватит, идем домой. Кришна, Бог, мы слуги, давай домой. И он говорит, да. Так бы сразу и сказали, все, идем. Но есть четвертая вещь. Вот это, конечно, вот это и есть характер. Вот это наш характер, который вырабатывается благодаря тому, что есть вот эти три вещи. Что происходит, когда человек, когда душа забывает, что она слуга. Я господин, а еще как это будет? Он говорит, восхождаюсь, управляю, я деятель. Я, значит, я могу то, я могу все. И поэтому я особенный, и я этим горжусь. Это называется пратиштха. Пратиштха возникает просто, когда я забываю, что все мне дано Богом. Так ведь? То есть я-то, это же я говорю, я тут подготовил, я тут приготовил, я тут то. Смотрите, как я вот организовал или разрушил что-то. Это же все я, какое вы посмотрите. Это пратиштха. Согласны? Поэтому пратиштха родилась, пратиштха. Окей, теперь я тут, значит, по райским, по адским наслаждениям, по мистическим. Что возникает, когда он этим наслаждается? Он к этому привыкает. Обратили внимание, когда, ну, привыкаешь к горячей воде, то потом уже, когда горячей воды нет, в Ришикеши, допустим, я помню, женщина там вышла такая, как, а что вы не заранее-то не сказали, что вы сюда едете? Я понял, что я, в принципе, не готов пока жить. Вот на улице там. Что есть у меня, это знаете, как называется? Если это асатришна, то вот это вот все называется хриддаурбальям. Слабость сердца, то есть привязанности, которые приводят нас к деградации. Слабость сердца означает привязанности, которые приводят к деградации. И вот первая привязанность это к тому, что человек гордится, свапратиштха. Другая привязанность это то, что тучка асакти. То без каких-то вещей я просто не знаю, как я буду жить. Неужели в духовном мире нет интернета? Да вы что, с ума сошли, что ли? А как мы будем подключаться? Ну, как бы, инстаграм, там, проповедь, я не знаю. Вот что, прямо, а электрических плиток нет? То есть они там все на навозных лепешках делают. А как, ну, а как сушить, там, как то, как все, я не готов, я не знаю. Да? Представляете? И бывает так, что человеку надо послужить. Ему надо какое-то служение Кришне сделать. А он не может сделать, потому что в таких условиях служить он не способен. Это называется тучка асакти. Это связано с этой вещью. Теперь с аппаратхами. Какая проблема с аппаратом? Вот смотрите, двину кому-то в нос. Человек кричит. А-а-а-а! А знаете, в какой-то момент, в какой-то момент, человеку просто начинает нравиться. Человеку нравится причинять другим беспокойство. Ясно, да? И знаете, как это черта характер называется? Поиск недостатков. А зачем искать недостатки-то? Приятно. Приятно унижать других людей просто. А это и есть аппарат. Потому что если я унижаю других людей, то, естественно, я буду не учитывать их желания. Я могу их легко бить, обманывать, делать какие-то вещи, как с вещью поступать. Потому что, ну я же выше, соответственно, они кто? Они ниже. У них есть куча недостатков. И вот эта вот постоянная жажда увидеть, что кто-то что-то не так делает. Это ведет к оскорблению. Это из-за оскорблений. И это ведет к оскорблению. Так? Ясно? Это у нас будет мацария. И вот у нас, смотрите, я гордый. Да? Сва-пратиштха. Я горжусь там, чем, неважно чем. Соответственно, с других я унижаю. Привык унижать, искать недостатки. Они то не так делают, это не так делают, это не так. Я не могу жить без каких-то вещей. Без каких-то местных вещей. И еще одна осталась. Третья. О, четвертая, которая. Кутинати. Кутинати значит лживость. Да? Человек притворяется, лжет. Зачем он это делает? Чтобы оскорбить того, чтобы поддержать свою гордость, чтобы получить какие-то свои... То есть он изворотливым становится. И люди прикидываются. Прикидываются кем угодно. Святым надо прикинуться. Прикинемся святым. Из этого обмана постоянного человек не может нормально прогрессировать. Он вместо того, чтобы поливать и с того уровня растить бхакти наверх, он тянет их за эти уши, за эти листья и отрывает. И сами себя же и наказываем. Сами себя наказываем, когда мы притворяемся. А зачем еще раз притворяемся? Горжусь, ненавижу и чего-то хочу. Кутинати. Притворство. Вот. И вот знаете, с чем надо работать-то? Оказывается, когда говорят, надо работать сложным эго. Вот с этой штукой и вот и все. Поэтому, что это и есть характер наш. Так вот это вот оно, по факту оно вот здесь. Это привычка гордиться, унижать других, жить с материальными вещами и постоянно что-то из себя строить. Вот это характер. И это у всех. И в 5 лет, и в 18, и в 50, и в 100, и в 0, и всегда одна и та же. Вот это проблема. Просто кризис это как бы с одного эго ложного на другое. А так, тема осталась та же. И в 7, и в 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, все возраста, все нюансы, все это вот эти 4 вещи. От других просто нет. Тут можно гордиться вообще чем угодно. Своим носом, ушами, крыльями, лапами. Можно гордиться. А думаете, почему такие, ну, эти там коты, собаки, они такие агрессивные бывают. Это же гордость, и мацарья, и тучхасакти, немножечко кутенати. Ну, все есть у них. Коктейль. А, коктейль. Вот этот коктейль, который есть у каждого человека. И вот с этим надо работать.